Так, сначала я вам расскажу, с чего все начиналось. Я просто сидел в Твиттере и ничего не знал, просто дома сидел, честно. Никуда не выходил, ни в люди, вообще никуда. Но как-то я приехал в город Иваново, и там ребята проводили 2-мафию. Я пришел на эту 2-мафию, посмотрел, как там вообще было круто, и сам в это время учился в Рязани, приехал в Рязани, решил тоже организовать там сообщество Твиттерян. Начиналось все это, сейчас я вам покажу фотки, что было сначала. Я думаю, как скоро. В Иваново я собрал сообщество, и мы встретились в кофейне. Вообще блогеры, они такие люди, которые часто любят встречаться в кофейне. То есть, например, я там сижу где-нибудь в кофейне, и кто-то из Твиттеряна тоже пишет, вот я там где-то гуляю. Я ему пишу, приходи в кофейню, пообщаемся, посидим, поговорим. Вот, так собралось у нас небольшое сообщество Твиттеряна. Вот, и с этим сообществом мы решили организовать такое мероприятие под названием Тви Пикник. Вот. Да, действительно, если слово добавить в Тви приставку, то это мероприятие за вас становится прикольным и интересным. Кстати, есть люди, которые участвовали в Тви Геймс, Тви Мафиа. Тви Мафиа. Тви Пати. Тви Пати какое? Варанне Тви Пати, Тви Мафи. Сейчас я попробую. Чисто, не знаю. Вот. Это мы пекли печеньки, вот. Тви печеньки? Да, Тви печеньки. Это был, как говорится, от разных брендов. А это вот у нас по 20-ому есть, ну, это потом, наверное, это Тви Мула. Да, это вот сами уже готовы, Тви Пати. Вот, это Angry Тви Пати было, где мы делали вот такие штучки. Это вот формочки для течения. Это вот Live Camp был. То есть мы у меня дома пекли печеньки и снимали это все в режиме реального времени. Вот. Пекли печеньки, радость людей, все это пекли грани. Тут их малое количество, но это как раз первое, что я организовал. Вот. Нет. Так. Дальше после этого мне захотелось сделать что-то более серьезное. Это вот, если это было такое, ну, неофициальное, никак все не позиционированные мероприятие, то следующее, что я сделал, это была вечеринка в клубе. Мы в Твиттере написали, Твиттеру дом культуры, в Рязани был такой, это клуб местный. Вот. Мы написали, не могли бы вы как бы выделить нам помещение, чтобы мы собрались там пользователями, пользователями интернета и собрали такую тусу и, короче, веселились, играли, бели, танцевали и все, короче, вот это делали. Вот. И нам это разрешили сделать. И вот, что у нас из-за этого получилось. Сейчас покажу. Афишка будет. Вот, это первая афишка, международный день Твиттера. Это первая трипатия в России была, 20 мая. Это опять держатые печеньки. Это Твисер Крикат. Вот такая вот у нас эта штука прикольная бывает. Это вот конкурс был от Телегуа на спонсор-толк. Вот, полки, это я, полки, это все. Вот. После организации Твиттера-черинки мы захотели двинуться в город Москву и в Москве устроить что-то более масштабное, более интересное. Вот. И первое, что мы сделали, это было трепать Москву. Никто не был на трепате Москву. Вот. Сейчас я вам покажу ролик. Он, кстати, очень позитивный. У него делал мой друг, который сейчас в армии пишет из Твиттера-черинки. На этой вечеринке все топовые московские блогеры. Цифровой партнер и российские федерации. Вот как вы знаете. Субтитры делал DimaTorzok. 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 Добавлю, что организаторы Твитбанды сообщают, вскоре их сообщество будет зарегистрировано как новое интернет-движение. Собственно, после этого мы создали интернет-движение Твитбанды. Начиналось все с того, что как-то мне пришла идея в Твиттере сделать вечеринку под названием Твитпати. Кто слышал про эту вечеринку? Подвините руку. О, молодой человек. Вот. Суть этой вечеринки была в том, что каждый из вас писал хэштег ретвитбати. Другие люди видели этот хэштег, ретвитили вас. И так получается, что пользователю, которому, например, 20 фолловеров, написав хэштег ретвитбати и добавив к нему что-то, получал около 20-30 ретвитов просто так. И у многих там, например, по 100 фолловеров, по 200 фолловеров прибавлялось в день. Вот. И ретвитбати по... Каждый вторник в 21.00 выходила в тренды Твиттера 16 раз. Вот. Это прикольно. После этого у меня появился коллектив, сплоченный одной идеей, то есть твитить, там что-то еще делать. И мне пришла в голову идея организовать интернет-движение Твибанку. Суть этого интернет-движения в том, что я собрал сообщество тех, кто любит твиттер, тех, кто любит организовывать, опять же, встречаться на всяких мероприятиях, что-то еще делать. И решил их вот объединить с общей идеей с этой. Вот. Кстати, вот про ретвитпати коротко. Сейчас я вам покажу тоже книжку. Твиттер. Тоже, кстати, Титянов делал, чтобы сделать. Привет! Меня зовут Кирилл Титянов и это мой видеоблог. Сегодня я хотел узнать две ликбез. Ликбез это ликбез это ликбеза безкраненности, а это маленькая сферка. Теперь все любят суп. Всем очень интересно, что же такое твиттер. Твиттер это микроблог. Микроблог это брод, который всего 146 метров. 140 символов, чего вполне достаточно для изречения. Зарегистрироваться очень поздно. Ой. Зарегистрироваться очень просто. Заходите на сайт Twitter.com и регистрируйтесь. А-а-а-а! Что такое фолловицы? Фолловицы это следователь. Следователь это читать. Читать это... В общем, это не как ВКонтакте, это не дружить. Ты выбираешь себе список людей, которые очень интересны и начинаешь интересоваться их жизнью по полному. Полностью. Очень часто люди не ведут твиттер, потому что не знают, что же им написать. Я не пытаюсь что-то написать умное, но что-то ничего не получается. Что я могу посоверовать? Просто начинайте писать. Может быть, любить пуговарки, и тогда именно в этом вам стоит написать. Твиттер, наверное, для всех. О-о-о-о! Все эволюции в последнее время осуществляются посредством твиттера. Поэтому, если вы хотите познакомиться с кем-то интересно, и живете где-нибудь в сеттек-кайпе, твиттер. Предположим, вы еще маленький твиттерианин, и вас еще никто не читает. Есть несколько методов, как привлечь свое внимание. Первый, который самый простой, это московник. Московник не вполне почитается в народе, но это очень хороший метод. Когда ты кого-то заплывал, есть вероятность, что он начнет тебя читать тоже. И уже немножко влиятельнее будут твои записи, твои мысли с тобой тоже не только твоими мыслями. Поэтому московник это очень хороший метод для начинающих. Да, ретвит. Ретвит. Это значит переслать твой ретвит всем подряд, но тебе читать. Предположим, я написал в ступе без выдающегося. Тут такое у нас случается. Ты же немножко общего ретвит. И моя блестящая мысль отправляется молниеносно всем твоим читателям. То же самое я могу проделать с моей гениальной мыслью. Специально, чтобы эту культуру развить, у нас в стране появился ретвит party. Все блогеры, где мы не находились, по всей стране могут собраться на одной вечеринке. Мы все ретвитим друг друга. С хэштейном на ретвит party можно найти кучу новых читателей, можно получить кучу ретвитов с твоим твитом и классно провести время. Хэштег. Вот ретвит по твиттерам, перед ним стоит хэштег. И если вы хотите объединить твит к тысяче человеку по какой-то одной теме, то им нужен хэштег. Пост. От слова запостить. Если у вас близится какое-то мероприятие, то в ретвит в приставку твит, как в мир радио, оно тут же поднимается в статусе, становится крупнее. Например, 2 кухня, 3 капустника, 3 марфеля, 3 котлеты. Твиттер — это не заразно. Подумаешь, желание публиковать свои фотографии, где бы ты ни находился, публиковать свою еду, своих друзей, свою работу. Острое желание, чтобы все вокруг знали, как ты живешь и чем ты дышишь, и чего ты достиг, и что у тебя сегодня произошло, что тебе снилось, как ты проснулся, как ты заснул, с кем ты заснул, где ты заснул, что ты поел. Нормально, желание меня. Вообще, давайте поднимем в дом. Твиттер, я тебе хорошо предлагаю вам начать читать. Вначале читать, кого-нибудь, какого-нибудь хорошего, виттерянина, скромного, доброго, позитивного, виттерянина. Я советую вам хотя бы читать. Так, и еще... А, это моя специфия Крыл. А, мы не похожи, смотрите, мы вообще похожи, да? На самом деле, Кирилл путает. Я в шоке просто как его путает, может, смотрите. У него тут... вот тут беснушка, а у меня и я нет. И я нет, что ли? Тебя все любят. Сум. Ты как хорошая любит. Ты не все любит. Выглядит еще чуть красивее. На тебе хороший шпанчик. И все, в заполнахи. Так, теперь я расскажу немножко о проблемах, с которым я столкнулся во время создания данного движения Требанда. У нас была, короче, очень интересная система в Требанде. Это каждый вступивший человек подключался к одной системе, которая позволяет автоматизировать ретвиты. То есть, смысл был в том, что я, например, написал какой-то твит с хэштегом Требанда и упоминание какого-то мероприятия. Потом запускал программу, и она от 300-400 человек ретвитила эту запись. Соответственно, эта запись сразу моментально популяризировалась. И у меня входило везде всякие рейтинги. Топ-3 там и другие. Но потом получилось так, что многим пользователям это не очень нравилось. Так как в день от них приходило по 3-4 ретвита, и вся лента была забита этими ретвитами. Поэтому начались возмущения и так далее. Поэтому мы сейчас уже эту систему убрали. Больше не используем автоматизацию. Теперь у нас все... Ну, то есть, если вы хотите ретвитинг, то вы ретвитите. Кстати, еще хотел спросить. Есть тут тысячники. Те, у кого в Твиттере больше тысяч человек. Не так много. А те, у кого нет больше тысяч человек, почему вы не занимаетесь масс-фоуверами? Вы знаете, что такое масс-фоуверами? Я занимаюсь с датами. А вот мой вопрос. А зачем? Сейчас. Ты не хочешь, чтобы тебя читали, отвечали, как-то с тобой работали? Еще раз. А, хочу лишь, чтобы меня читали. Да. А как ты по-другому сможешь набрать аудиторию, если не масс-фоуверами? Быстро. Стать президентом. Ну, смотри, например, у меня цель была в том, что Твиттер можно еще монетизировать. То есть, смотри, у меня 75 тысяч читателей, и я работаю с тремя медиа-агентствами. Это легенда. Ну, легенду слышали такое медиа-агентство? Антона Коробкова. Ну, да. Да, совершенно. Вот. Ну, и один твит у меня, например, стоит полторы тысячи рублей рекламного характера. То есть, у меня 75 тысяч живой аудитории, и я могу, например, один единолично вывести что-то в тренды. Это первое. Второе, я уже сказал, это ответы. То есть, например, на каждый твит, если я ночью напишу, вы спите, мне ответят порядка 200-300 итальян, что нет, нет, не сплю, еще там четыре тысячи рублей. Тебе не всегда интересно спят ли твои читатели? Ну, знаешь, это во время этого может пройти какое-то новое общение, то есть, например, я не сплю, а ты, и завязаться разговоры на другие темы. То есть, твиттер у меня, я бы сказал, активность твиттера у меня за последний год очень сильно возросла. Я был на втором месте на рейтинге топ-твит, сейчас я вам покажу, кстати, этот трендик, можете на него зайти. Это был самый нормальный рейтинг в твиттере, потому что он учитывал не количество человек, то есть, у тебя может быть там 400 тысяч, но эти 400 тысяч, например, могут быть просто ботами. А этот рейтинг учитывал активность, то есть, я написал какой-то твит, и сколько у меня на него поступило ретвитов и ответов. Именно учитываются именно ретвиты и ответы. Но в последнее время он стал немного продажным, и там, короче, вот покупается тоже рейтинг, потому что, в общем, поэтому сейчас самый лучший, наверное, читается клаут. Вот, это бюджетский сервис. Вот. Ответом на твою вопрос? Для чем? Можно сказать, да? Да. А можно написать второй адрес? А. Ла-ла-ла-ла-ла. Клаут или Клоут, я? Клоут. 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 Он не только по твиттеру, там можно еще и инстаграм. Клоут. Продолжение следует...